Привет! Сегодня я выкладываю видео о Москве, что можно увидеть за один день, если ты любишь познавать город своими ногами. Мне показалось прикольным начать день с обзорной площадки небоскреба в Москва-Сити, потом через Киевский вокзал выйти на пешеходный мост Богдана Хмельницкого, чтобы пройтись по набережной с видом на Белый дом и свернуть на Старый Арбат. Далее по знаменитому бульварному кольцу иду на Большую Никитскую улицу и поворачиваю в Леонтьевский переулок, который упирается в Тверскую. Здесь, полюбовавшись на здание мэрии, спускаюсь к Кремлю и Александровскому саду. Делаю небольшой крюк, чтобы увидеть здание Большого театра и перекусить на уютной Никольской улице возле Лубянки. Потом иду на Красную площадь и через Гум выхожу к недавно открывшемуся парку Зарядье. По набережной Москва-реки, вдоль красных стен Кремля, направляюсь к Храму Христа Спасителя и по Патриаршему мосту через стрелку попадаю к скандальному памятнику Петру Первому и парку Горького. Теперь все по порядку и в подробностях. Добраться до Москва-Сити лучше всего на метро до станции Выставочная Кунцевской голубой ветки. Главное, чтобы конечной поезда была указана станция международная. По дороге вагон выныривает из туннеля и проезжает по метромосту, откуда открывается чудесный вид на Москва-реку и Белый дом. Выход из вагона направо по указателю к торговому центру Офимол-Сити. Важно не заплутать в переходах и подняться на второй этаж. Ориентиром послужит вот этот фонтан в центре. Тут бегут мурашки по коже при взгляде на нависающие небоскребы сквозь стеклянный купол крыши. Чувствуешь себя маленькой, хрупкой, как когда первый раз увидела горы. А вот и другой выход из метро станция Деловой центр Савеловской линии. Тут тоже прозрачная крыша, а в киоске можно приобрести билеты на смотровую площадку 360 градусов. Цены актуальны на 2019 год, 1200 рублей это около 18 долларов. Отстояв небольшую очередь, иди сразу к выходу напротив касс к башне Федерация. Вот она на карте Москва-Сити. Вообще правильнее ее называть башней Восток, поскольку она составляющая комплекса из двух зданий. Ее высота 95 этажей или 343 метра. Построена в 2014 году, но окончательно сдана в эксплуатацию в 2017 году. Просто так здание к лифтам не подойти. Группу накапливают за стеклянной дверью и потом под контролем этих милых девушек запихивают в лифт, как шпроты в масле. Смотровая площадка находится на 89 этаже и является одной из самых высочайших в Европе. Раздевшись в гардеробе, проходи мимо профессиональных фотографов. Тут такой вид, что твои фоточки на телефон будут явно не хуже. Посмотри, какая панорама. Вся Москва будто на ладони. Аж дух захватывает от такой красоты. Сразу бросаются в глаза две сталинские высотки. Это здание Министерства иностранных дел, их бывшая гостиница Украина, а сейчас она называется Рэдисон Роял Хотел. Под ногами виден стеклянный купол торгового центра, где мы только что были. Чуть пройдя вперед, тебе открывается вид на Поклонную гору и музей Великой Отечественной войны, который расположен полукругом за Парком Победы. Обойти можно весь периметр башни. Тут много места и поэтому не в толпотворении. Никто не мешает насладиться видами и сделать крутые фотки. Здесь часто проводят праздники для детей. Мы вот попали на новогоднее шоу со Снегурочкой. Ходят аниматоры в костюмах, есть кафе и продают сувениры. Окна чистые, их постоянно протирают. А застройка Москва-Сити продолжается даже в мороз. В районе Москва-Сити на данный момент 16 небоскребов. Это не только деловой центр, но и место проживания богатых москвичей. Например, нам хвастался Левтёш, что в башне Федерации живут несколько знаменитых блогеров. В соседнем здании ОКО есть еще более высокая смотровая площадка, но она стоит дороже на открытом воздухе, поэтому в минус 15 я туда подниматься не решилась. А вот ты можешь попробовать. Но мне захотелось уже посмотреть на Москву с другого ракурса и я позавтракала в ресторане Русский, который тоже находится в ОКО. Мне повезло и были свободные столы, хотя они настоятельно рекомендуют бронировать заранее. Зал оформлено по-разному, есть столики для больших и маленьких компаний, и все устроено так, чтобы вы могли наслаждаться красивыми видами. Здесь очень здорово, просто как в сказке. Есть даже айс-бар, где можно пропустить рюмочку горячительного изо льда. Судя по реквизиту при входе, вас тепло оденут и отправят в компанию к этой замороженной тетке. Ну, наверное, это весело. А вот и башня Федерации, с которой я пришла. Несмотря на красоту Москва-Сити, долго задерживаться здесь не стоит, если ты хочешь еще что-то увидеть. Поэтому начинаем путь к Киевскому вокзалу через Москва-реку по крытому мосту башни Багратион. Кстати, если ты не успеешь покушать, то можно перекусить тут, дешево и сердито. При выходе из башни тебя ждет сюрприз. Смотровая площадка на Москва-Сити, где все небоскребы можно уместить на одной фотографии с тобой посередине. Сделав памятную фоточку, нужно выйти на Кутузовский проспект. Он тут рядом, только пройдешь мимо памятника Багратиону, как попадаешь на эту шумную многополосную дорогу. С Кутузовского проспекта на развилке перейдешь на другую сторону и следуй по Большой Дорогомиловской улице. Я была здесь вечером. Поскольку зимой дни короткие, я боялась не успеть пройти весь маршрут за светлое, я его разбила на два дня. Но все же оптимально оказаться тут с утра, хотя вечерняя новогодняя иллюминация города очень красочная и вообще может быть отдельной целью прогулки. Кстати, я видела у нескольких московских блогеров ролики про ежегодные праздничные инсталляции в городе и заметила, что по факту они повторяются из года в год, но все равно выглядят очень впечатляющим. Вот я и дошла до Киевского вокзала и Европейской площади. Теперь мимо гостиницы Славянской надо пройти к пешеходному мосту Богдана Хмельницкого, чтобы оказаться на территории старых районов Москвы. Дойти сюда от Москва-Сити у меня заняло 30 минут быстрым шагом. В принципе, я прошла лишний крюк и можно было выйти прямо по Большой Дорогомиловской на Бородинский мост и Арбат, но я сейчас покажу тебе, ради какого вида я это сделала. Во-первых, сам мост внутри оформлен в стиле хай-тек и тут можно сделать необычные фотографии. Во-вторых, летом открыт выход на террасу и можно оказаться посередине Москва-реки, насладиться свежим речным воздухом и помахать туристам на речных трамвайчиках. Но если ты тут окажешься зимой, как я, то можно специально для этого спуститься на набережную. Главное не замерзнуть, меня под мостом аж сдувало ледяным ветром. Но дальше на набережной делать нечего, так что возвращаясь наверх и через основной выход ты попадешь в историческую часть Москвы. Седьмой ростовский переулок – это район Плющихи. Его история начинается в 15 веке, когда тут вдоль дороги на Смоленск, ведущей к Крымскому Броду, располагалась подворье ростовского архиерея. В конце 16 века был построен новый мост и дорога на Смоленск пошла через село Дорогомилово. А Плющиха к концу 17 века получает свое название в честь Кабака Плющева, что открылся тогда в начале улицы. Я люблю это место, этот вид, эту старую Москву, которая начинается отсюда. И мой маршрут лежит в самое ее сердце – на улицу Арбат. Важно не путать с новым Арбатом, который появился намного позже. В этом районе ранее жили в основном дворцовые служащие, ремесленники и стрельцы. Еще Иваном Грозным он был включен в московскую опричнину – его личный удел. Далее тут основалась стрелецкая слобода, которую сменила дворянство и интеллигенция. Так, например, тут жил после свадьбы Александр Сергеевич Пушкин, квартира которого в этом доме превращена в музей. Арбат воспет гениальному Куджавой как место его призвания любви. И в память об этом он стоит тут – маленький, чесгорбленный, но при этом великий. На контрасте со старинными зданиями чернеет неформальная стена памяти Виктора Цоя. У поклонников его творчества до сих пор принято тут оставлять надломленную прикуренную сигарету. А рядом расположен театр Евгения Вахтангова и его символ принцессы Турундот. Этот спектакль, который Вахтангов поставил практически присмортип, принес ему ошеломительный успех и вечную память. Купченко, Лановой, Сухоруков, Маковецкий – все эти знаменитые актеры входят в его труппу, а отдыхают рядом в этом доме актера. Тут проводятся творческие вечера, вечера памяти и презентации книг. Арбат всегда насыщен яркими контрастами. Например, тут можно увидеть типичное американское кафе с Элвисом Пресли на фоне мурала маршала Жукова, встретить уличных артистов и художников, сфотографироваться с медведем и многое другое. Никогда не знаешь, чем он тебя удивит. В Москве часовые и двухчасовые маршруты. Две. Две экскурсии по цене одного билета. С нами вы увидите такие достопримечательности нашей столицы, как Ложники, Воробьевы горы, Москва-Сити, Храм Христан Спасителя, гостиниц Украины и многое другое. В Москве ездят такие экскурсионные автобусы, но надеюсь, ты как и я продолжишь путь пешком, мы же крепкие ребята. Это бульварное кольцо, не путать с садовым кольцом. Вообще вся Москва построена по радиально-кольцевому типу, то есть кругами расходятся от середины. Улицы идут под углом друг к другу, ну а центром конечно является Кремль. Всего бульваров 10 и они были заложены в конце 18 века, когда разобрали за ненадобностью Белгородскую стену, оборонительное сооружение вокруг города. Оно окружало всю Москву и внешне напоминало Кремль, только кирпич был побелен и звездкой. О проезде через эти крепостные стены из белого камня напоминают название площадей Арбатские ворота, Покровские ворота и вот эти Никитские ворота. Она примечательна находящимся здесь храмом Святого Вознесения, он ведет свою историю еще с 16 века. Тут лично я пошла дальше по Тверскому бульвару и там свернула на Тверскую, но теперь рекомендую немного срезать и повернуть на Большую Никитскую улицу, а там на Леонтьевский переулок. Большая Никитская является одной из старейших улиц Москвы и упирается в Манежную площадь. На ней расположено много исторических зданий, центральный дом литераторов, консерватория, особняки, городские усадьбы и доходные дома. Когда выйдешь на Тверскую улицу, я рекомендую перейти на другую сторону по ближайшему подземному переходу и полюбоваться зданием мэрии в полный рост. Этот трехэтажный дворец в стиле зрелый классицизм еще с 18 века служил резиденцией для московских генерал-губернаторов, градоначальников того времени. Он всегда впечатлял своим пафосом и красотой, а сейчас здесь резиденция мэра Москвы. Попасть на экскурсию сюда можно, но сложно. Надеюсь, что когда-нибудь у меня получится. Напротив мэрии находится Тверская площадь с памятником основателю города Юрию Долгорукому. Она всегда красиво украшенная, тут часто проходят праздничные ярмарки. Дойти сюда от Плющихи у меня заняло где-то час, и теперь начинается моя самая любимая часть прогулки. Когда я думала о Москве, то прежде всего вспоминаю именно этот вид широкой шумной улицы на башне исторического музея Кремля. Однажды мне даже приснилось, как я встречала рассвет на Тверской и яркое солнце вставало из-за них. Странный, конечно, сон, но один из моих любимых. Вообще, изначально это была дорога на Тверь, а со временем стала главной улицей Москвы, по которой цари Российской империи въезжали в город из Санкт-Петербурга. В период советской власти она называлась улицей Максима Горького и была застроена монументальными сталинками. Одна из них – здание центрального телеграфа в газетном переулке. А это угловое голубое здание – театр Ермоловой в Никитском переулке. И вот перед нами открывается Манежная площадь. Мы видим величественную гостиницу Москва. Она не так давно была полностью выстроена заново, сохранив старый облик. Площадь получила свое название от выставочного комплекса Манеж. Он был построен для проведения зимней строевой подготовки и изначально назывался Экзерцергаус. После революции тут даже был гараж правительственных машин, а с 60-х годов здесь стали проводить различные выставочные мероприятия. Раньше на этом месте были поселения, потом многополосная дорога, а в 1993 году тут начали строить огромный подземный торговый комплекс «Охотный ряд», который занимает три этажа вниз. Через подземный переход ты попадаешь в Александровский сад. На его месте текла река Неглинная, но в 1812 году император Александр I приказал убрать ее под землю и разбить под стенами Кремля сад, который уже после его смерти стали именовать Александровским. Он состоит из верхней, средней и нижней частей и тянется до большого каменного моста. Я рекомендую прогуляться до Кутафьи башни и Троицкого моста. Если у тебя будут силы и желания и время, то тут можно купить билеты в сам Кремль и посетить его внутреннюю часть. Оно того стоит, но в этот раз я туда не заходила. Из достопримечательностей можно отметить обелиск в честь 300-летия династии Романовых, а за ним итальянский грот, построенный из разрушенных французской армии московских домов и каменных ядер. Но самое интересное, это смена караула возле могилы неизвестного солдата и вечного огня. Мне повезло и удалось заснять это действие. Такой церемониал в России появился при Павле I, который во всем подражал прусской армии. Почетный караул был в Петербурге у Петропавловского собора, а после революции был упразднен. Но когда умер Владимир Ленин, был учрежден пост номер один у его мавзолея, который просуществовал до 1993 года, а потом перенесен сюда, к вечному огню. Смена почетного караула проводится каждый час с 8 утра до 8 вечера. За резным кованым забором Александровского сада находится памятник маршалу Жукову и одно из самых известнейших зданий – исторический музей. Он как бы отделяет Красную площадь от Манежной, и тут через рамки металлоискателей проверяют поток людей, желающих на нее попасть. Его архитектура является примером псевдорусского стиля и относит нас к древнерусскому зодчеству. По задумке, она должна перекликаться с внешним видом храма Василия Блаженного, стоящего с другой стороны Красной площади. Его ты сможешь увидеть позже. Слева от музея находятся Воскресенские ворота, и у их подножия памятный знак 0-й километр автодорог Российской Федерации. Я предлагаю не идти на площадь, а сделать небольшой крюк в сторону площади Революции, чтобы увидеть здание Большого театра. Тут можно заметить остатки Китай-Городской стены. Раньше она примыкала к Кремлевскому, а сейчас тянется от Воскресенских ворот до Третьяковского проезда. И вот из-за Петровского фонтана, старейшего в Москве, вырастают величественные колонны Большого театра. Он выполнен в стиле ампиры, напоминает огромный древнегреческий храм, а над портиком под козырьком крыши несется вечность колесницы Аполлона, запряженная четверкой лошадей. Чуть пройдя вперед, мимо театра по театральному проезду, сворачивая в Третьяковский проезд через вот эту живописную арку. С момента своего появления эта улица стала ареалом роскоши. На ней расположены самые элитные бутики города. Но мне она нравится своей ухоженностью и камерностью. Впрочем, Никольская улица, на которой выходит проезд, тоже очень уютная. Если по ней пройти налево, то выйдешь на Лубянскую площадь, где находится печально известная своей внутренней тюрьмой здание НКВД и КГБ. Вот оно, думаю, не пропустишь. Но дальше возвращайся на Никольскую, и тут ты найдешь кучу кафешек для обеда. Если ты не будешь заходить внутрь Кремля и музея, то от здания мэрии дойдешься до той же максимум за час. То есть от завтрака в Москва-Сити до обеда на Никольской пройдет где-то 2,5-3 часа. По ней ты выходишь на долгожданную Красную площадь, вместо торжественных парадов Советского Союза и дореволюционной России. С этой стороны исторического музея раньше вешали портреты вождей. По площади приезжали танки, а с мавзолея, стоя над мумифицированным телом Владимира Ильича Оленина, генсеки приветствовали свои войска. Сейчас, 9 мая, тут проводится Парад Победы, а зимой устанавливают огромный ледяной каток и новогоднюю ярмарку. Мимо украшенного яркой грядой кокошников собора Казанской Божьей Матери протискивайся обратно на Никольскую ко входу в ГУМ, самый известный государственный универмаг России. Это здание уже само по себе достопримечательность, и просто необходимо пройтись по нему, чтобы затусоваться среди увлеченных покупателей и праздно шатающихся людей, пришедших полюбоваться этим творением архитектуры. Идея его строительства в стиле классицизм принадлежала еще Екатерине II, но возведено оно было только в конце XIX века. Мне особенно нравится подняться на второй или третий этаж, где поменьше народу, и можно сверху бесконечно смотреть на бурляющую внизу толпу, периодически отдыхая взглядом на стеклянные крыши продольной галереи этого пассажа. Когда я была маленькая, мне говорили, что если потеряешься, то встречаемся у центрального фонтана, но сейчас его задекорировали под эту гигантскую елку. Магазин можно пройти насквозь к выходу на улицу Ульинка. По ней ты выходишь с другой стороны Красной площади, и перед твоими глазами предстает сам храм Василия Блаженного. Ничего псевдорусского, а настоящая древность XVI века, построенная Иваном Грозным. Вообще, это собор покрова Пресвятой Богородицы Нарву, но в народе его называют по имени Василия Блаженного, юродиого ясновидящего, позже признанного святым, которого боялся и уважал сам Грозный. Спустившись по Васильевскому спуску, ты увидишь вход в парк Зарядье. Раньше в советский период всю эту территорию занимала гостиница Россия, но правительство Москвы решило ее снести и сделать в центре города еще одну зеленую парковую зону в современном стиле. Тут можно передохнуть, посидеть на скамеечке, подышать свежим воздухом. Но главная достопримечательность здесь – это парящий мост и панорамные виды с него на Кремль, Москва-реку и еще от высоток дом на набережной. Он является, наверное, самым элитным жильем столицы, и туда бывают специальные экскурсии. С другой стороны обозревается практически весь Кремль. Туда будет лежать продолжение моего маршрута. Спуск с моста ведет в подземный музей, где представлена экспозиция археологических изысканий на этом месте, и далее на набережную. Я рекомендую сюда пройти и посмотреть на парящий мост снизу. Это тоже очень необычно. Теперь тебе предстоит переход вдоль Москва-реки мимо красных стен Кремля к храму Христа Спасителя. Пересекаешь Васильевский спуск, и сразу за большим москворецким мостом ты увидишь его белоснежные стены и золотые купола. Кремль. В Древней Руси так называли все городские оборонительные крепости. В Москве его построил царь Иван III в конце XV века, а в XVI веке он приобрел грозный вид средневекового укрепления, выполненного по всем правилам того времени. Зубцы с баяницами, системы слухов и подземных туннелей для предотвращения подкопов, отводные башни-стрельницы. Со всех сторон его окружала водная преграда. Реки Москва и Неглинная и искусственно прорытый ров между ними. Иностранцы называли Кремль замком на Боровицком холме. И хотя ему никогда не приходилось переживать серьезного нападения, он всегда был символом могущества Руси, а потом Советского Союза. Сейчас тоже для всего мира этот вид на Кремль является визитной карточкой Российской Федерации. Чтобы увидеть его, придется немного свернуть с набережной на Большой Каменный мост. По дороге тебя впечатлит Боровицкая площадь. На ней недавно установлен памятник Владимиру Крестителю, а также сияет белизной колонн Дом Пашкова, ныне одно из зданий Государственной библиотеки. По лестнице спускаешься с моста обратно на набережную и продолжаешь путь к храму Христа Спасителя. Идея его строительства принадлежала императору Александру I в честь победы над Наполеоном 1812 года. Но поиск подходящего архитектора затянулся, и в итоге храм был освящен лишь в 1883 году. Вскоре после революции его взорвали, и Сталин хотел возвести на этом месте здание еще более впечатляющее, но из-за глинистого грунта получилось построить только бассейн. Новая власть современной России восстановила храм в 1999 году, и сейчас он является местом главного богослужения страны. От храма идет патриарший пешеходный мост на другую сторону Москва-реки. Туда пролегает последняя часть моего маршрута. Каждый мост, который ты проходишь, уникален своими видами на город, дает возможность насладиться его масштабом и красотой. А свежий бриз и течение воды внизу уносят с собой всю усталость. Отсюда видны даже башни Москва-сити, те самые, из которых утром ты любовался городом. Перейдя мост, оказываешься на Стрелке. Так называется длинный остров между двумя рукавами Москвы-реки, который сходится сразу за ней. Тут была расположена старейшая кондитерская фабрика, Красный Октябрь. А сейчас ее бывшие корпуса из красного кирпича используются для организации различных выставок, сдаются арт-студиям, необычным кафе. Это одно из мест неформальных тусовок Москвы. Нужно перейти второй рукав реки через продолжение Патриаршего моста, и тогда ты попадешь к следующей достопримечательности, памятнику Петру Первому. Наверное, это самый нашумевший, развернувшийся по поводу него скандалами, монумент. Он был создан скульптором Зурабом Церетели в 1997 году, и его высота составляет 98 метров. По слухам, это видоизмененная статуя Колумба, которую Церетели безуспешно пытался продать Америке и Испании. Москвичи были поначалу возмущены появлением этого слишком яркого элемента в городе, но потом привыкли. Вот и дошли к конечной точке нашей прогулки к культурному центру столицы. Тут в парке искусств находится филиал Третьяковки, центральный дом художника, а за крымским валом вход в парк имени Максима Горького. Летом тут здорово погулять, любоваться фонтанами и прудами, наслаждаться последними лучами закатного солнца, посмотреть какой-то фильм в вечернем кинотеатре. Но зимой тут довольно холодно, поэтому я могу порекомендовать посетить музей современного искусства «Гараж». выставки, инсталляции, программы, мероприятия. Здесь постоянно что-то происходит. Думаю, ты и для себя найдешь что-то интересное, например, согревающий глинтвейн, как я. Все, наша прогулка закончена. Тебе сюда, через главные ворота и подземный переход в метро. А я пойду дальше, открывая для тебя новые города. Если тебе понравилось, поддержи мой проект, подпишись и поставь лайк. Спасибо!